и здравствуйте дорогие друзья это канал максимадзе и мы сегодня будем продолжать проходить reddit redemption 2 меня спрашивали в комментариях когда эта игра наконец закончится а я отвечу не скоро будет еще 3 4 5 сезон примерно одной и той же длины такая вот игра чтобы пройти надо тратить где-то часов 50 наверно что такое я знаю ты считаешь меня из нежным фигляра кем да человеком слов они делают практически не мужчины но я думаю что ты хоть типы скользкий как в угаре масло но все равно мужчины потому что похоже что я нашел кое-что интересное да ну ты когда-нибудь гравил дирижанцы нет ну что ли как ты мог даже такое подумать ну конечно я грабил чертовы дирижанцы и ты это знаешь и что самое сложное в грабеже дирижана на в том что вооруженные люди пытаются усадить а пулю не совсем проблема в добыче я имею ввиду прибыльно ли игрой но иногда да я знаю но что ж если ты желаешь пойти со мной то я познакомлю тебя с моим новым лучшим другом он даст наводку на столько разных дирижанцев с ценным грунт что даже самый кровожадный дегенерат ну ладно тебе довольно тяжело угодить ну давай иди я смотрю у тебя тут знакомых полно ты же знаешь я люблю заводить друзей в низших слоях общества а как все занесло то сюда вообще я сам могу тебя об этом спросить лично у меня тут кое-каке обязательно 100 были нужно было расходы прибыть расходы какие такие еще расходы трости кролики чтобы доставать из них шляп ну в том числе у меня тут был неплохой бизнес акции за трудной компании великолепная прибыльность для самостоятельных инвесторов но все прошло прахом после тех проблем с законом да но так бывает всегда кстати спасибо что смысл во время той истории шона я сделал все что мог от каждого по способностям мой мальчик знаете парни вам был лучше быть поосторожнее с этими двумя семействами город маленький а люди любят болтать я говорил это хозе но ты его знаешь в общем пока они ищут радугу под которой закопан горшок с золотом южан я предлагаю тебе нечто кое-что реалистичное так куда же мы направляемся ты не поймут на станцию тамошний клерк олден удивительный человек он много знает о том когда и куда в этих краях едут дирижаться но ясно все диалоги кончились и ну и ладно муж приехали почти он почта находится мы прибыли лошадей можно привязать снаружи артуре я тебе представляю блин а чё чё за лаги опять пошли такие страшные давай иди за мной говорить буду я мы же не хотим напугать привет олден оу привет джосе как поживаешь роскошно а ты друг но как я и говорил настали времена тяжелые моя старуха плохая женщина а даже ужасные таких как она много а как дела на работе олден да кошмар жалование снова урезали а еще я слышал что изобрели безжалостный экипаж так говорят с тех пор как изобрели колесо а часто верно что замышляет знаю я с коллегами в таком положении что нам сложно выполнять свои обязанности олден мужчина в положении это это вообще не мужчина вообще не мужчины мой друг артур приготовил для тебя подарок держи как же вы добры сэр можешь звать меня арту он свой человек нашего калибра его точнее называют ну хорошо сейчас самое время кусая ведь понравится он поедет на юг по дороге через сил флотов стан спасибо уда большое спасибо и еще джосае если ты или артур будьте в стробере или ван хорни разыщите моего коллегу по имени гектор он тоже из как про нас там скром в затруднительном положении да точно затруднительное положение мне нравится даже как это звучит ну что ж до свидания должен вам сказать один или тебе тоже адью джосае да оплошался с диалогом когда не то сказал что это было я решил что ты захочет это представление увидеть он сказал что по дороге вдоль реки где-то там ок я знаю хорошее место где можно подождать давай за мной хорошо поехали сюда сложно считать те диалоги которые плохо знаешь а что я говорил проще не бывает похоже что в наше время многие стационные служащие промышляют этим зарабатывать они правда крохи одни да еще и профсоюзы обдирают вот они хотят наковырять себя опять же по его словам там стробере много работы для человека твоих талантов не думаю что мне стоит возвращаться в стробере после истории сми к и что происходит я бы на твоем месте так не волновался мой мальчик ты же убил всех кто мог тебя познать столько неприятностей вы джентльмены такие скоро попадете на обложке пульварных романов ну и умрете конечно мы надеемся что успеем скрыться удача есть план что ты будешь делать если что-то пойдет не так то встретимся здесь на перекрестке окей да окей что-то вообще подторможивать опять начало приехали вот это место это место сойдет да вот надеюсь они нам не понадобятся револьверы лучше судьбу не испытывать ну что скажешь ну судя по всему добыча находится денежном ящике сзади я устрою небольшое представление а ты сможешь отбежать дилижан за открыть ящик и забрать из него все добро а как я открою денежный ящик если не буду представлять пушку голове у хозяев вот это поможет и я могу это сделать тихо но я надеюсь что полная тишина не понадобится ну ты пожалеешь что у тебя нет затычек и ушей миссис дамсон о отлично конечно если что-то пойдет не так можно достать пушку будь начеку если когда они приедут а приедут они скоро так просто ясно просто ждем не приближайся к ним хоть в раз жизни не доставай оружие я поскочу вперед попробую остановить дирижанс не приближайся недавно не даемся заметить а то все испортишь добрый день здравствуйте надеюсь я вам не мешаю своим пением да не нисколько я готовлюсь к выступлению у нас свободная страна вы сказали к выступлению дамы небольшой бенефис собираем средства на строительство оперы в блэк водере миссис честер дэмсон но та самая певица у я никому не лещу остановите дирижанс любезные остановите но он будет останавливаться нет миссис дэмсон почему больше не поете нью-йоркская аудитория они оказались довольно жестокие нью-йорке живут всякие другие дураки и так далее да так есть а вы не могли бы маленький концерт блэк вода рядать не могли бы вы сейчас что-нибудь исполнить для меня даже не знаю миссис дамс это ваш долг перед беста лизабет пожалуйста так надеюсь никто не заметит миссис дамс не нужно ехать дальше эти дороги небезопасны мой любезный они совершенно безопасны мы может уже поедем на на поезд успеть надо помолчите вы склонны еще раз самого начала ну долго еще ждать а я уже обчистил все нам пора ехать да замолчи уже а ну ладно вполне достаточно не дадите ли вашу визитку концерт 23 числа этого месяца миссис дэмсон ваш голос это просто магнифицико простите что потревожил вас джентльмены всего хорошего ну все поехали дальше что ж неплохо сработан артур хоть разок у тебя получилось отлично сэр отлично да это не трудно было ты все сам сделал мы работали в команде вот спасибо о прекрасно заходи колда на время от времени до скорой встречи артур что же вот такое вот не длинненькое задание сегодня у нас было выполним сегодня еще одно так чистить его нам выдает джон марстон сейчас он где то там у греев находится ну и поехали туда почему бы нет у нас другого выбора нету все равно погнали греем и джоном марстон далеко идти не придется вот уже ворота здесь я работаю помощником шрифа я что-то звезды на себе уже не вижу этой могу чем-то помочь да я смотрю вам ребята досталось до крепко досталось так что вам нужно то я ищу тут своих деловых партнеров они назначили встречу здесь а парень со шрамом и мексиканец да сэр они у конюшни вон там спасибо и я вам сочувствую так мистер прыщ блин послушайте мистер мы хорошие люди как и вы Вы меня не знаете, вы заявились к нам в город и начали помогать всем И у всех начались неприятности На поля мои Вы знакомы с моим партнером Артуром Морганом? Нет Я знаком с вашим сыном Ну что ж, хорошо Мистер Грей тут рассказывал, что у него были проблемы с одной семьей Семьей дегенератов Конечно же, любит дегенератов Это ведьма и ее город Из-за них в моем округе Мы его дядю убили Проблема в том, что нам нельзя быть замешанными в этом всем деле И... У нас есть золото, Янки У нас есть золото Но я не Янки-приятель, я вообще никто Мой папаша сюда приехал из Шотландии Я сам шотландец А Брэд Уэйди? А, непроклятая деревенщина Знаю Шавки Совокупляющиеся грабли Про них с одного взгляда аж Сколько золота? Достаточно Речь идет об очень ценных лошадях За них вам дадут Пять тысяч Пять тысяч? За лошадей? Так легко? И где же мы их продадим? За пять тысяч? В ухте Клеменса Там есть один малый, который отгонит их И даст вам по 50 центов за каждый договор Мы согласны Только нас вы-то не впудывайте Ну, то есть не упоминайте нас А мы и так нигде никого не упоминаем Даже о том, что вы лошадей воруете Забыл сказать, что Артур подстригся Я сходил к цирюльнику Вот, коль Мудрискал нам назначил уже встречу в прошлой серии И это оказалось западней Артур должен был со снайперкой защищать Дача и Мику Но Мудрискал, видимо, каким-то образом узнали об этом И вырубили Артур на месте Потом захватили пленного Там у него волосы отросли Эх, жечь и мучество богачей И Шон был просто в восторге А, кстати, о Шоне Он просил тебе передать, что хочет Чтобы ты как можно быстрее встретился с ним Билла и Мика Это как-то связано с их других делом, Грейм? Еще одним? Ладно, закончим с этим Потом выясню, что они задумали Так что будем делать? Там много охраны Так что пробиваться туда смысла нет Притворимся, что хотим что-нибудь купить Трое вооруженных людей Ты бы тоже взял ствол Если бы собирался потратить пять тысяч на лошадей Но нужно пройти с черного хода Чтобы избежать ненужных вопросов Осторожно, там охранник Я поговорю с ним, ладно? Ну что ж, окей Что вам, джентльмены? Да, мы тут по поводу лошадей Лошадей? Да, нам назначена встреча с мистером Брэйт Уэйдом Первый раз об этом слышу вообще Наш партнер хотел инвестировать значительную сумму В здешние конюшни Хватит срать Но возможно нам стоит обратиться в другое место? А, ну ладно, ладно, ладно Идите к конюшни Кто-нибудь вас там встретит Действуй спокойно, без фокусов Спешите к нему Спешите ни к чему Мы не хотим к себе внимание привлекать лишнего Так, кажется конюшни впереди Не суетимся, шума не поднимаем Подъедем к главному ходу Оставим лошадей там Так, привяжем лошадей здесь Особняк Бритвуидов опять А, где привязать-то Позвольте мне везти банду Здравствуйте Могу чем-то помочь Надеюсь Говорят, у тебя есть лошади Лошади у нас есть всегда Ну, то есть хорошие лошади Друг, я не понимаю Да нет, все ты понимаешь Слушай, приятель Не пошел бы ты нафиг отсюда Твой друг со шрамом Мрачной Мексико Эй, тихо-тихо Мы не чиновники Мы заводчики Мы ищем коней для разведения Ну, уже приятель А, окей Ладно, пошли Здесь в основном жеребцы Их можно купить Или взять на прокат Если вас это интересует А что вас интересует? Мы представляем Знаменитую конюшню В Саратаге Неужели? Вот этот Целебр Да, блин Опять такой красивый момент Подлагал Ха, Мексикашка, да? Ладно, закройте лица банданами Не нужно, чтобы нас узнали Такой красивый этот Топорик Взял и Пролагал Как взять Так, как взять Как взять топор А, взял уже Взять вот так Кидануть, блин Ладно, его можно подобрать Это очень хорошо Так Как выйти? А, успокоить надо Спокойно Спокойно Полегче Тише Тише Марсон, привяжи их к лошади Хавьера Хавьер, ты поведешь жеребцов Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Все хорошо Все хорошо Все хорошо Все хорошо Все хорошо сзади если возникнут проблемы встретимся в бухе клейманса эй ты чё там делаешь о боже уходим скорее действуйте а я прикрою вас да что за лаги опять а ух как отвратительно вообще так играть за лагов сложно попасть еще в кого-либо попал какие слабые еще один где-то здесь ну блин у меня глаз так разрядится быстро так дохните вы козлы сраные кажется больше их нет нет я ошибся еще на дороге есть так ну все надеюсь больше никого не будет калант еще видно да вроде нет так надо быстро догнать лошадей в бухте кремится пока еще чуть не произошло что это такое стой погоди ну ка быстро лосо даст доставай блин тихо 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 не бойся все хорошо мы не причиним вам вреда милые лошадки только с тобой бегать вниз нельзя жалко давай давай иди бегать не буду бегать не буду а то поступлю как один чувак собаку привязал к дверной ручке машине и поехала она падала катилась просто за ним по телевизору видел мудила вообще так ну где наши ребята то там о морган сюда отлично ты поймала его бухта клемминса вон там ладно пора за дело ну могло бы все пройти более гладко эту фразу напишет у меня на надгробий наверное да какой закат красивый они похожи на тех кто может заплатить лошадей 5000 ну увидим воу 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 сейчас веревки все запутаются какой красивый закат вообще серьезный вот бы всегда были б таки чего вам надо парни говорят вы хорошо платите за лошадей да по вашим и купим практически любую лошадь да ну я клей дэвис а это мой брат клайв мы близнецы джон артур хавьер а ты вообще откуда кубинец не люблю кубинцев вот как ну может быть а тебе какое дело то ты же не кубинец а может я люблю кубинцев ты смешной все таки смешной да клейв у нас не разговаривает мы близнецы но он родился первым он вылез уже каким-то позиневшим да ну и как этих лошадей я знаю они не ваши вы мне нравитесь и я дам вам за них шестьсот пятьдесят долларов мне сказали что за них можно до пяти тысячи взять а мне сказали что у нас сделаны из сыра только словах правды нет ни крупицы ладно но у меня столько нет денег сойдемся на этом или хотите город отвезти где вас за них повесят нам надо больше денег больше у меня нет вот хочешь бери а нет ладно ну марсон ты и крикен конечно в наших краях пяти тысячи ни у кого не будет ну что ж приятно было познакомиться еще свидимся надеюсь так давай закрывай ворота поверили не блиц и рассказали нам одним из грейв и решили что можем сказочно разбогатеть а в итоге оказалось редкостными идиотами ладно следующая серия будет последней серии во втором сезоне и она выйдет артур говорят что ты больше не вносишь вклад наше общее общее дело в каком смысле ящики уже давно денег нету но ты же лучший среди нас не подведи меня пожалуйста да че я был немного занят я займусь этим спасибо сынок на этом мы закончим с вас лайкос подписывайся с меня эпичные видосы подписывайтесь на этот канал также вступайте в группу вконтакте и всем пока да пока не